Одно поражение в своем послужном списке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Дорогой мой друг и коллега, вы скажите, пожалуйста, вы помните вот это одно поражение у Имрана Жулагова и кому он проиграл? Он наступил Юрию Семенову на, так сказать, небольшом турнире, который изначально не должен был войти в Шердог. И это то самое поражение, которое должно было быть записано как амаутер файт, любительский бой. Но, к сожалению, не разобрались в этом и испортили рекорд, безусловно, талантливому файтеру. Велась работа над тем, чтобы устранить это поражение. Но пока безуспешно все это. Да, и это поражение, оно было, по-моему, заполучено чуть ли не в начале карьеры. Нет, это было года полтора назад. И смотрите, в середине ее. Да, в середине ее. И как раз после одного из победных боев предложили Имрану выступить для того, чтобы не простаивать. До конца не восстановившись после весогонки, он принял тот бой. И получилось вот так. Не думая, что этот поединок, результат будет занесен в официальную статистику. Но в любом случае, по факту, мы имеем рекорд 8-1. И Имран идет дальше. Имран очень дарован от Господа Бога и родителей. Вот этими потрясающими антропометрическими данными. У него очень длинные конечности, и руки, и ноги, и при этом потрясающий рост. Думающий боец, несмотря на его возраст. Очень технично, действительно. И попытка тейкдауна сразу же мы видим в одну ногу. Пытается пройти Алексей Наума. Посмотрите, какой бросок он проводит. Очень красиво, амплитудно. Чемпион мира и Европы по боевому самбо, пусть и не по официальной версии. Но тем не менее, Алексей Наумов с хорошей базой самбо, борьбы со стойки. Ну и в партере, естественно, так же. В партере Имран Жулагов тоже очень хорош. Сейчас он будет пытаться работать снизу. Готовит треугольник Жулагов. Затягивает соперника. Но вот одна из рук оппонента не дает ему осуществить свою задумку. Мы видим, насколько сковывает оппонента Имран. Не дает проводить ему амплитудное добивание. И вот, посмотрите. А Имран все еще, ну вот буквально секунду назад, он все-таки приостановил свое желание. Один треугольник не удалось это исполнить. Но и возвращаются бойцы в предыдущее положение. И здесь Наумов тоже это парень очень опытный. И, конечно, он понимает, что возможно ожидать от Жулагова. Хорошо работает корпусом Наумов. И он не дает пока застегнуть этот треугольник. Он чувствует эти моменты. Да. Так оно и есть. И при этом продолжает контролировать. Но без ударов. Вообще без ударов. Без каких-либо. Но определенная динамика есть в партере. Мы видим. Вот та самая левая рука. Становится помехой для Имрана Жулагова. Левая рука соперника, естественно. И вот локоть. Локоть мы видим в исполнении Алексея Наумова. Первый. И один из немногочисленных ударов вообще в общем сумме. Да, Наумов, он пока сдерживает свою собственную прыть. Вот локоть еще один от Наумова с правой руки. Ну и будет пытаться сейчас Имран вернуться в стойку. Наверное. Потому что в партере соперник пока не дает ничего сделать. И лишняя трата силы, она тоже не идет ему на пользу. Надо пытаться встать. Головой бить нельзя. Показывает рефери Штефан Рамлов. Запрещено. Ну и... И это естественно. Но насколько... Да, я опять же помню. В некоторых промоушинах разрешается удар головой по туловищу. Да, действительно. Это где-то есть. Но в лиге WFCA. Действительно запрещенный удар. Ну и сейчас Имрану нужно, конечно же, наверстывать то, что он отдал. Упущенное, как говорится, в стойке. Оу, какое колено! Еще одно колено! А здесь попытался третий раз этим коленом жестко отправить удар. И попытка треугольника. Посмотрите, и в этот раз, вероятно, она будет результативной. Очень плотный захват мы с вами видим. Очень плотно. Захваты буквально. Имран Жулагов здорово работает. Вытягивает, на руку переходит. Пока еще не вытягивает. Но сейчас вытянет. 20 секунд есть в распоряжении у Имрана Жулагова для того, чтобы осуществить... Но может и не хватить времени. Этот болевой прием уже, потому что он с рукой будет работать, Имран. Посмотрите, Наумов как отзащищался. Опыт, опыт. Потрясающе. Дает о себе знать. Я думаю, в боевом самбо очень много таких ситуаций было. Как раз таки для Наумова. С одной стороны есть хороший амплитудный бросок и контроль абсолютно за исключением нескольких ударов без забиваний. С другой стороны есть два неплохих колена и выход на чистейший болевой прием. Там еще и третий колено запускал Жулагов, но уже мимо цели смещался Наумов, понимая, что... Вот то самое колено навстречу. Классное попадание здесь было рядом с целью, вот третьим выпущенным коленом, конечно, Жулагов хотел еще серьезно ухручить преимущество, которое он заполучил в нескольких эпизодах, успешных для себя. А это те самые точные попадания, которые были, но и не дал ему Наумов по себе попасть. И посмотрите, насколько спокоен Наумов. Все-таки очень опытные. Имрану Жулагову нужно перестраиваться и не давать переводить себя в партер, потому что его попытки болевых удушающих не проходят. И как мы видели, Алексей может терпеть даже очень опасные атаки соперника. Поэтому нужно пытаться развивать свой успех в стойке и не давать переводить себя в партер. Но Алексей, естественно, будет стремиться бороться, потому что это ключ к победе для него. Это очевидно. Сейчас Ваха Садыков. Что он порекомендовал? Советуют не отдавать ногу. То есть, ну, естественно, не давать переводить себя, но и не отдавать ногу. Одну ногу проходил Алексей. Видимо, сделали выводы, что будет пытаться вновь пройти туда же боец из Украины. Да, мне тоже так кажется, что Наумов будет пробовать. Вот. И посмотрите, как он с одной ногой работает. Это его. Это его манера. И Наумов вот в таких эпизодах будет создавать проблему абсолютно точно. Ну и сразу встает Эмиран Жулагов. Мне очень интересно, как восстановился Жулагов, потому что непростая весогонка у него была. Сколько он сумел. Сколько он, кстати, гонял вес на этот раз? Если честно, у меня нет такой информации. У меня нет этой информации, но... Но больше 10 килограмм. Да, за 70 в любом случае. Эмиран весил. Разводит бойцов Штефан Рамулов. Ну и советует не бить ногами. Действительно, эти ноги подхватывает Алексей Наумов. И поэтому Эмирану нужно попытаться действовать с рук. Ну и колени, конечно. Колени там где-то требуется. Вот та самая попытка опять пройти в ногу одну от Наумова для того, чтобы в последующем осуществить бросок. Но не удается ему на этот раз подобное исполнить. Жулагов все видел через откидку, смена положения. Вот здесь оказывается Наумов все равно в атакующем положении. И закрывает Уджигар снизу, работая Жулагов. И очень... Казалось бы, защищавшись от этого прохода, очень не кстати для себя снизу оказался Эмиран Жулагов. Хотя была позиция выгодная, не удержал он ее. Совсем без ударов, без добивающих ударов действует Алексей Наумов. И Штефан Рамлов уже все меньше и меньше времени ему для этого отводит. Вот у Жулагова не хватает боксерской работы в этом поединке. Я даже не совсем понимаю, почему он не использует технику рук. Почему он начинает атаки всегда с ног. И по-моему, это небольшая тактическая ошибка именно в бою против Наумова. Да, действительно, удары с рук, они напрашиваются. Длинные рычаги. Потому что у него длинные конечности. Удивительно. Он просто может держать соперника на дистанции и перебивать его, набирая очки. Но вы заметили, Асланбек, что Наумов сильно подсел функционально? Да. Очень сильно. Очередная попытка треугольника, посмотрите. Также очень плотный захват, чистейший треугольник у нас напрашивает. Ну, посмотрите, как спокойно Алексей он защищается. Для Алексея это очень комфортное положение. Такое впечатление, что уже не первый раз он понимает, что для него. Да, здесь уже сложнее. Но Наумов опять же проявляет свое мастерство в защите. Очень искусен этот боец. Ну и очень подсел действительно функционально Алексею. Еще раз подчеркну, да, он очень устав. Очень обидно. Это было еще заметно в нескольких эпизодах ранее. Об этом мы для вас, дорогие друзья, сказали. Сейчас, смотрите, очень удобное положение находится Жулагов. И добивает аморфистами. Была пассивная защита. Безответные удары. Да, пассивная защита. Рефери из Германии посчитал нужным остановить этот поединок. Хотя, я думаю, что боец Наумов из Украины. Он в большей степени не готов был сражаться дальше. Потеря функций. Вот те самые силы его покинули. Представляете, как он сейчас тяжело дышит. И он не может восстановиться именно в дыхании. Представляете, он задыхается даже сейчас. Игорь Вовчанчин подтягивается к летке. И чуть-чуть поддерживает своего соотечественника. Ну и удивительно, удивительно, Максим, больше двух месяцев было на подготовку. Смотрите, как тяжело. Знаете, что сейчас происходит с Наумовым. Сейчас он даже задыхается еще более. И согнулся он дважды. Глаза очень сильно у него, конечно, они практически выпрыгивают из армии. Ну и сложно сейчас находится, в очень сложном положении находится Наумов. Тяжело идет свой угол. Бойцы из Украины. Что произошло с вами? Я хотел тот же вопрос вам задать, Максим. Вы меня опередили. Полный тренировочный лагерь. Известный соперник более чем за два месяца. Что помешало Алексею подготовиться к этому борьбовым образом? Функционально быть готов. Ну, вероятно, он не был готов. Просто функциональные возможности теряются не только из-за плохой подготовки. Есть много факторов. Очень по разным причинам. И поэтому здесь, я думаю, что штаб бойца Наумова будет разбираться с этой проблемой. И они, я уверен, уже детали, если захотят, раскроют. А если захотят, оставят их в тайне. Даже вот сейчас, посмотрите, так сложно приходится украинскому бойцу. Поздравляем им рано Желагова с этой победой. Нехватка кислорода, так называемое кислородное голодание произошло у бойца из Украины Наумова. И слава победителя. Саламу алейкум всем. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить нашего лидера, человека достойного всемирного уважения, героя России, Рамзана Ахматовича Хадырова. Ахмад, сила! Ивран Шелагов